Кроме того, что написано содержанка Алена Лоран, я немножко не понимаю, содержанка это проститутка что ли или что? Да, упаси вас Господь. Светская дива, звезда ток-шоу, коллаборантка, блогер Алена Лоран, настоящее имя Елена Дюрцкая. Еще 8 лет назад она благодарила своих богатых спонсоров за новые губы, которые сама ласково называла пельмешками. Возможно, взрослый контингент, да, он меня чем-то недолюбливает, потому что для них я банально не хочу называть это слово. Брюнетка не скрывала, что живет за счет своего любовника и увешала киев бигбордами со спасибушечками за меховые пальто, автомобили, новую пару красных туфлей и наличные деньги. Нет, давай так сексуальнее, чтобы он точно ревновал. Ну то, что ты без лифчика, это уже сексуально. После Евромайдана брюнетка пожаловалась, что для украинской элиты настали тяжелые времена и занялась черной магией. От нее подарил банкир квартиру, но потом через два года ему какая-то муха в голову укусила, но ее отобрал. В социальной сети Лоран за деньги отвечала на вопросы, которые волнуют ее подписчиков и консультировала их о магическом влиянии, рассказывая о порче на сало. У меня от 5 тысяч долларов и выше, если девочка ко мне придет и, например, покажет фотку какого-то политика, ну условно говоря, ну за пятерку же ей дарит мужика из политики и делает курс каких-то работ. Пусть идет сама его клеит за пятерку, мне-то зачем надо делать определенный курс. То есть такую работу я оцениваю уже там от 50 до 100 тысяч долларов. Позже своими магическими талантами она пыталась отмазать новоиспеченного мужа от суда. В декабре 2020 года Дюрцкая преследовала следователя Киевско-Светошинского отдела полиции и запугивала правоохранителя черной магией, чтобы та приняла положительное решение по уголовному делу, в котором фигурировал ее супруг. Теперь скандальная брюнетка решила напомнить о себе другим способом – предательством Родины. Блогер завела телеграм-аккаунт, где поменяла направление своего блога с гадания и магией на распространение российской пропаганды и фейков о ВСУ. Лоран информирует подписчиков, следуя темам кремлевских методичек. Например, что трагедия в Буче – постановка, и Украина сама себя бомбит. Этот нарратив, лишенный какой-либо логики, и стал одной из причин эмиграции блогерши. Свои мне кричали «пи***уй на рашку», и я приняла решение, что да, именно это я и сделаю. Здесь меня не обидел ни один русский солдат. Меня, украинку, обижали ни за что только украинские мужчины и женщины, желавшие мне быть убитой и изнасилованной в Буче. Сейчас я вижу, что тексты про «убьем твою семью» – не пустые слова, глядя, как ВСУ убивает семьи Васильевки и обстреливает сухопут из Запорожья. Также брюнетка решила, что Польша хочет отобрать у Украины часть территории. На такую мысль ее натолкнул покойный депутат Госдумы Владимир Жириновский. Армия Польши зайдет на Западную защищать. Но вспомним усопшего Жириновского. Он сказал, что «погодите, Россия сначала сухопут заберет, а потом Польша заберет Западную, сказав, что это исторические ее земли. Вот и все, вот и все. Смазку уже готовят». Лоран убеждает подписчиков, что колонию в Еленовке обстреляли украинские вооруженные силы. А видео страшных пыток российских солдат над украинским воином, где его лишают гениталий и убивают, считает заслуженными. Во многих пабликах выставили это как месть за педофилию. Впрочем, если за педофилию, то лично бы кастрировала. Мало того, брюнетка, которая до начала полномасштабного вторжения долго определялась выкачать гиалуроновую кислоту из губ или увеличить их еще раз, теперь еще и стала экспертом в международной политике, а именно в отношениях Америки и Китая. Судя по всему, доступ к аккаунту Лоран имеют также сотрудники российских спецслужб или присылают необходимые для публикации материалы. Иначе как науке объяснить такую быструю эволюцию? Не буду вас дальше смущать своими голыми птичками. В нашу редакцию анонимно обратились жители Мелитополя, которые утверждают, что светская львица вернулась в родной город и распространяет русский мир. Угрожает людям с проукраинской позицией комендатурой и расправой. На одном из последних прямых эфиров мэра Ивана Федорова она была особенно активной. Муж, который тебя убьет и твою семью вырежет. Но больше всего местных возмущает то, что Лоран, ведя открытую деятельность коллаборанта, продолжает получать выплаты от государства. А телелиз апреля. Хватит на три упаковки памперсов или один рабочий день всего штата нянь. Редакция программы Freedom отправила запрос в службу безопасности Украины с информацией о деятельности Алены Лоран, а точнее Елены Дюрцкой. Теперь с богиней шопинга и ее правом на получение социальных выплат будут разбираться правоохранительные органы.